Привет, с вами Сойер. Это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. И сегодня поговорим про то, как правильно именовать цели по ОКР. Недавно я выпустил видео, где я в принципе рассказал, что такое ОКР. И у многих возник вопрос, если мы достигли цели не на 100%, то какой в этом смысл? Давайте поговорим о том, в чем смысл постановки целей по ОКР и возможно станет понятнее. Начнем с того, что в моем видео я сформулировал цель как Сойер, Ютуб, 100 тысяч подписчиков. Проблема с этим наименованием в том, что оно не верно. И не верно оно потому, что дублирует метрику. Все дело в том, что если цель может быть сформулирована как метрика, то для именно цели она не подходит. Если метрика перетекает в название цели, это неправильно. Это очень важно в ОКР. И в данном случае речь о том, что я неправильно подобрал вот это вот название. Сейчас объясню почему. Смотрите, когда я формулирую цели, я исхожу из своего понимания того, чего я хочу достигнуть и что для меня наиболее яркое и притягательное в цели. И для меня это естественно 100 тысяч подписчиков. Но в это название я вкладываю не просто техническое измерение количества подписчиков на канале. Для меня это некий level up, переход на следующий уровень. И поэтому, когда я говорю 100 тысяч подписчиков, в моем понимании возникает именно представление о повышении качества канала. Поэтому, исходя из этого, можно было бы назвать сделать классный канал, повысить качество канала или сделать свой YouTube level up. Все эти названия бы подошли гораздо лучше. Почему? Потому что, во-первых, они короткие и достаточно выразительные. Здесь нужно отметить некоторые особенности ОКР. Первое. В ОКР цель должна быть сформулирована так, чтобы сама по себе формулировка уже мотивировала тебя к ее достижению. Уже к тому, чтобы ты двигался к этой цели и хотел ее достигнуть. И в этом смысле ОКР любит короткие, емкие и выразительные названия. И они должны быть абстрактные. Что значит абстрактные? Абстрактные это значит, что конкретно как понять достигнута цель или не достигнута, должно следовать из метрик. Есть общая формулировка, о которой я забыл сказать в прошлый раз. И она звучит так. Я хочу достигнуть цели и пойму, что достиг цели по следующим метрикам. То есть сама по себе цель не должна отвечать на вопрос, достигли вы ее или нет. А должны отвечать метрики, которые к этой цели прилагаются. Именно они показывают, что цель достигнута или нет. И это очень существенно. Об этом я забыл сказать в прошлый раз. И здесь еще есть важный момент. Когда мы говорим о достижении цели по ОКР, мы говорим о гибком подходе. То есть цель сформулированная абстрактно и направленная на саморазвитие, на развитие результата, на улучшение. И как любое улучшение, чем больше, тем лучше. Именно отсюда возникает тот момент, что цель может быть не достигнута на 100%. Мы стремимся к идеалу, а у идеала совершенства нет. И мы ставим себе ограничения по времени и ограничения по тому, что мы хотим сделать с запасом, для того, чтобы стремление к идеалу было максимально эффективным. В этом смысл. Если мы хотим просто для галочки получить 75% и отвалиться, то это наша проблема. ОКР не отвечает на вопрос того, как мотивировать людей, как мотивировать вас. Грубо говоря, если вы хотите просто формально закрыть цель, то это не очень понятно. Потому что мы говорили о персональном целеполагании, и вы заинтересованы максимально раскрыть свой потенциал. Вряд ли кто-то хочет стать хорошим инженером или получать хорошую зарплату, остановиться на каком-то уровне и дальше не двигаться. То есть все хотят как-то двигаться вперед, и это нужно вам. Когда цель нужна вам, когда вы понимаете, для чего она нужна, тогда работает ОКР. Она помогает достигать целей, желанных целей, а не для галочек. Это очень важно. Поэтому цель должна быть сформулирована емко, понятно. И здесь еще важный момент. Персональное целеполагание отличается от командного тем, что в персональном целеполагании, на самом деле, мы можем даже не писать название цели, а поставить какое-то ключевое слово или просто циферку, которая будет нам что-то напоминать. Все дело в том, что именование цели еще служит для того, чтобы синхронизировать всех членов команды в понимании того, что мы хотим достигнуть. И если бы я делал эту цель для команды, возможно, я бы лучше продумал ее название и не сделал бы такой грубой ошибки. Но я делал ее для себя, и мне было бы, в общем-то, понятно, что я в нее вкладываю. Тем более, из метрик понятно, что это речь идет о повышении качества канала, и, в общем, мне этого было достаточно. Но когда речь идет о командной разработке, все члены команды должны быть синхронизированы в понятийном аппарате и понимать, что все достигают одного и того же. Иначе лебедь, рак и щука в натуральную величину. И здесь мы приходим к вопросу о том, что является хорошей целью для ОКР, а что плохой. Как я уже сказал, ОКР это гибкая методика, и она говорит о том, что цель может быть достигнута частично. И поэтому хорошо под ОКР подходят цели, направленные на саморазвитие, улучшение и так далее. То есть на то, что делает лучше и максимально-максимально движет вперед. Поэтому к ОКР хорошо подходят цели со словами самый большой, самый лучший, самый быстрый, качественный, максимально качественный, эффективный. То есть те вещи, которые формулируют общую идею, но не раскрывают как. Как мы раскрываем, как я уже сказал, в метриках. Поэтому в данном случае в СОР-левел-А было бы нормальным. Есть еще пример. Цель поступить в институт. Почему плохая? Потому что это метрика, это еще и бинарная метрика, которая говорит о том, что мы либо поступили в институт, либо не поступили в институт. Поступить в институт на 75% это достаточно сложно себе представить, что это значит. Поступление в институт плохая метрика еще потому, что это метрика направленная не на максимизацию своего развития, а именно на выполнение какого-то штатного действия. Как было бы по ОКР сформулировать что-то подобное? Скорее всего это можно было бы сказать так. Хочу стать отличным инженером. Хочу стать суперэффективным инженером. Хочу стать профессиональным инженером. И тогда бы родился вопрос, а что значит профессиональный инженер? Что это значит эффективный инженер? И вы бы тогда открыли метрики и написали инженер с высшим образованием. Соответственно, метрика бы называлась получено высшее образование или поступил в институт. Это была бы одна из метрик, которая была бы шагом к достижению конечного результата, конечной цели. Дальше там могли быть цели, прочитал книжку, получил дополнительное образование, написал первый свой проект и так далее. То есть те вещи, которые конкретно бы показывали, и они в данном случае были бы бинарные, которые показывали, что вы становитесь инженером. Можно было бы написать цель, написал 200 строчек кода. Это была бы уже измеримая цель, и там 100 строчек, 75 строчек, 150 строчек. Это было бы уже шагом, более мелким, но все-таки шагом по направлению к цели. Таким образом, мы получаем ситуацию, когда мы хотим улучшить что-то и к этому идем, расширить свои возможности. И все возможности, которые связаны именно со словом лучше, максимально и так далее, могут стать ОКР целью. И ОКР направлено на то, чтобы достигать амбициозных целей, чтобы стремиться к идеалу. Идеал недостижим, стремиться к нему можно бесконечно, поэтому есть временное ограничение. Мы ограничиваем себя по времени для того, чтобы сделать конкретный шаг в нужном направлении. Еще важный момент. ОКР совершенно не запрещает пересматривать и цели, и метрики. Если что-то изменилось, как и в любой гибкой методологии, мы можем поменять то, что нужно, со измеримой ситуацией. Назвал я название цели неправильно, ничего страшного, я могу его в любой момент поменять. ОКР не подразумевает наказание в процессе достижения целей. Она не подразумевает того, что если вы чего-то не сделаете, то за этим последует лишение премии, выговор или какое-то иное наказание. ОКР наоборот поощряет лишь само стремление и движение вперед. И именно для этих задач ОКР подходит идеально. Если мы говорим о плановых работах, которые просто должны быть закончены в 100% реализации, то это план, это система иного порядка, и там ОКР не применяется. Это уже не совсем гибкие методологии, это уже скорее что-то связанное с фиксированным движением вперед. Вот так я бы дополнил свое видео по ОКР. Надеюсь, стало понятнее. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. А с вами был Сойер, спасибо, что слушали. До свидания.